Новые возможности для повышения качества обучения школьников появились в ряде учреждений образования района благодаря открытым в рамках национального проекта и региональной программы «Современная школа» Центром образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Два кабинета восьмой школы поселка Садово прибрежного поселения были оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования, технической и естественно-научной направленностей, компьютерным и иным оборудованием. Этот центр «Точка роста» открылся в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Еще недавно сухие и ничего не говорящие ребятам темы по химии благодаря практическим занятиям стали интересными и запоминающимися. «Благодаря новому оборудованию мы можем получить новые знания в химии. Химия – это очень интересный предмет. Я его сам очень люблю. И благодаря новому оборудованию мы проводим новые эксперименты, которые очень интересны для нас». Конечно, от учителя зависит, чтобы преподнести свой предмет, используя новое оборудование, заинтересовав учащихся. «Учащимся очень нравится, когда мы проводим с ними практические занятия. Они своими руками проводят эксперименты, используют новое оборудование, которое мы получили в рамках этого проекта. Мы получили наборы по подготовке к ОГЭ по химии, мы получили цифровые лаборатории по химии, также мы получили цифровые лаборатории по физике и биологии. Учащиеся очень заинтересовываются, многим из них пригодится в будущем». И для 28-й школы Станица Анастасиевской настоящей точкой развития стали кабинеты по биологии и химии, а также по физике, оснащенные современным оборудованием, позволяющим интенсифицировать процесс обучения. Комплект новейшего оборудования позволяет ребятам и педагогам сделать настоящий рывок в образовании. «Большое значение имеет и высокая квалификация учителей, овладевших открывающимися возможностями». «И вот точка роста помогает детям на практике увидеть, как происходят процессы. Не просто со слов учителя, а на живую. Они видят примером. Не просто они посмотрели, почему нельзя пить воду из лужи. Вопрос, да? Сказка, козрёночком станешь. На самом деле оказалось, что там такое количество бактерий находится. Дети это видят, видят вживую. А электронный микроскоп, он помогает увеличивать. Они могут, дети, с помощью микроскопа увеличить объект, уменьшить, сделать видео, показать это видео, транслировать. Они снимают на телефон это видео и отправляют своим друзьям посмотреть, чему я научился, что я смог». Когда учитель старается решить при помощи экспериментов на уроке такие вопросы, почему нельзя пить сырую воду непонятного происхождения, то это вызывает живой интерес школьников, и они надолго запоминают тему урока. Цифровые датчики и достаточно сильные микроскопы позволяют ученикам расширять свои горизонты познания. «Биология – предмет очень важный для нас. Мы получили много нового оборудования, благодаря которому мы можем изучать строение, передвижение организмов с помощью микроскопа». Учитель информатики с помощью нового набора по робототехнике привлекает ребят, увлечённых программированием. Они создают код, свои проекты, участвуют в конкурсах по робототехнике. «Мы получили в этом году робот-манипулятор, который может выполнять самые различные функции. Он универсальный. Это от переноски различных предметов до печатания в виде 3D-принтера, гравировка и рисования. Также можно писать код на нём и программировать его для различных манипуляций. Детям это очень нравится, интересно, увлекательно». Центр «Точка роста» распахивает дверь в мир современных цифровых технологий перед ребятами и, конечно же, содействует их всестороннему развитию. «Мы можем глубже изучить её и получить больше возможностей в будущем». Без твёрдого знания физики также трудно представить по-настоящему образованного человека. Новое оборудование используется, чтобы на практике показать то, о чём говорится в учебнике. «В современном мире мы всё больше и больше узнаем новой информацией, но сами же это наглядно мы не можем увидеть. И вот как раз приборы «Точки роста» дают нам увидеть то, что мы не можем увидеть обычным глазом, и понять, как это всё происходит и от чего зависит». Данный национальный проект реализован в семи школах муниципалитета, и у него большое будущее. Впереди у школьников новые исследования и реализация творческих задумок. Их ждёт плодотворная, насыщенная поисками и решениями учебная деятельность. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Вэкстория». Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова